Здравствуйте! Мы продолжаем серию вебинаров, посвященную урокам астрономии в школах. И сегодняшняя тема связана с решением задач, с контрольными вопросами. Но я думаю, что каждый из вас понимает, что возможности решения задач на уроках достаточно ограничены. С вопросами там дело прочее. Любой курс естественных наук в школе подразумевает и вопросы, и решение задач. Но курс астрономии очень короткий. Поэтому важно, чтобы часть вопросов была просто рассчитана на то, чтобы они были вплетены в рассказ на ту или иную тему во время урока. Это сделать довольно просто. Что касается задач, то задачи разные. Сложных задач мы разбирать сегодня не будем. Это совершенно не наш против. Задачи будут все очень простые, хотя некоторые из них требуют численных оценок. Мы разберем и ответы на эти задачи. Просто я подобрал некоторые задачи и вопросы, которые мне касались базовыми. То есть на основании этих вопросов можно не только проверить, как усвоен материал, но и немножечко развить его. Ведь вопросы не должны повторять то, что прямым текстом написано в учебнике. Надо, чтобы человек немного подумал и чтобы уже на базе учебника пришел к каким-то определенным выводам и получил правильный ответ. Вот сегодня я представлю серию вот таких базовых вопросов, простых и простых задач, последовательность которых отражает нашу книгу, которую мы сейчас в издаке с таблином находимся. Она написана как учебник, автор Засов и Сурдин. Но пока решается вопрос о том, будет или не будет эта книга грифована, название учебник можно рассматривать только как чисто условное. Но тем не менее оно простое и я иногда буду его использовать. Вот прежде всего, эта книга не содержит каких-то революционных построений. То есть она, в общем-то, построена по достаточно стандартной схеме. Правда, изложение материалов и последовательность несколько отличается от учебника Чаругина или Воронцова-Велимина-Вестраута. Но в принципе, тот материал, который сегодня мы будем разбирать, он пригоден для работы с любым учебником в астрономии, который есть у вас на руках. Это учебник или учебное пособие включает в себя задачи. И те задачи, которые мы будем разбирать, они в основном взяты из этой книги, из этого учебника. Плюс задачи, составленные авторами и опубликованные нами в других книгах. Учебник содержит 8 глав. И вот мы будем двигаться по задачам, которые иллюстрируют те или иные положения в той последовательности, в которой материал представлен в учебнике. Прежде всего, первая глава, это чем занимается астрономия, этапы развития и прочее. Я, естественно, на все вопросы, которые затронут у учебники, задача бессмысленно разбирать. Это отняло бы очень много времени. Я остановлюсь на тех, которые мне представляются наиболее удобные для того, чтобы проверить качество усвоения материала. Ну вот, самое первое. Вот если бы уроки астрономии были, скажем, в пятом, четвертом классе, или там уроки природоведения, то, наверное, был бы смысл начать разговор об астрономии с вопроса о том, видел ли кто-нибудь, ребята, из вас небо, усыпанное звездами. Сколько звезд на небе, как вы думаете, можно увидеть и так далее. Дальше уже как-то поднять интерес к этой теме и двигаться далее. Здесь уже, если перед нами 10-11 класс, конечно, должно быть все-таки более строго. Но все-таки самое первое, с чего надо начать, как мне кажется, это напоминание. Напоминание о том, что, в общем-то, люди должны знать. Прежде всего, это какие астрономические объекты можно видеть на небе невооруженным глазом или длинном. Я, кстати, забыл отметить, что я тут здесь вижу чат, который здесь у меня на экране высвечивается. Если в процессе изложения будет что-то непонятно или возникнут какие-то вопросы, то, пожалуйста, я постараюсь отреагировать на них, вы можете писать. Итак, какие астрономические объекты можно видеть на небе невооруженным глазом или бинокль? Давайте проверим себя. Это Солнце, Луна, звезды, несколько звездных скоплений, 5 планет, метеоры, кометы, Млечный Путь и 3 галактики. 3 галактики, 2 галактики только в южном полушарии, большое и малое Магелланово облако. Это одна галактика, это туманность Андромеды, которая едва заметна, но все-таки заметна в темную ночь на наших широтах. На пределе возможностей зрения, когда люди обладают исключительно острым зрением, попадаются редко, но все-таки они могут видеть наличие спутников Юпитера, хотя посчитать их не могут, но видят что-то такое мелкое, мелкие звездочки там мельчишатся. Туманность Ориона, созвездие Ориона. Вот, пожалуй, что весь список. Ну, интересно проверить, когда вы начнете, на следующий год или второй полугодие вы начнете понять астрономию. Интересно проверить, сколько объектов назовут ученик. Другой вопрос. В чем заключаются основные различия между звездой и планетой, кроме того, что планеты светят отраженным светом звездой? Этот вопрос уже не такой простой. И ответ на него, может быть, для некоторых будет и неожиданным. Потому что есть планеты, которые не связаны со звездами. У них нет отраженного излучения. Они исследуются собственным излучением, но это тоже планеты. Основное отличие звезды от планеты, это масса. Причем резкой границы между звездами и планетой не существует. Условная граница, которая принята в астрономии, это 14 масс Юпитера. Это связано с тем, что если масса чуть меньше этой величины, то ни на такой стадии эволюции не вспыхивают термоядерные реакции. А если вспыхивают, то это значит, что уже можно отнести к категории звезд. Вот такие планеты, которые не связаны со звездами. Их известно всего сейчас несколько. Одна из них, это, конечно, рисунок художника, но оценки, которые приводятся, они достаточно точные. Потому что до этой планетки удалось двумя космическими аппаратами измерить параллакс. Расстояние оказалось до планеты 7 с небольшим световых лет. И масса порядка 10 массов Юпитера. Никакие звезды рядом с этим телом не находятся. В принципе, таких планет очевидно много. Просто их очень и очень сложно обнаружить. Данная планета была обнаружена по инфракрасному излучению. Есть и звезды, которые очень близки к своим параметрам планетам. Например, имеют очень низкую температуру. Вплоть до нескольких градусов по Цельсию. Но это уже промежуточная область между звездами и планетами. Такие объекты называют коричневой карли. Следующая тема из этого же раздела учебника поддерживается вопросом, очень важным для понимания. Чем вызваны смены дня и ночи и смены времен года у Земли и других планет? И при каких условиях этих смен не будет? Вопрос можно рассматривать как простой, а можно рассматривать как сложный. Но если взять вопрос о смене дня и ночи, самый тривиальный ответ это то, что день и ночь связаны с тем, что Земля вращается вокруг оси, подставляя Солнцу то одно полушарие, то другое. Этот вопрос, этот ответ не полный. Потому что если бы Земля не вращалась вокруг оси, вообще бы не вращалась, все равно была бы смена дня и ночи. Никуда не вращаться. Только тогда сутки, день плюс ночь, составляли бы один год. Значит, требуется разобрать, и это вы сделаете и без моей помощи, при каких же условиях смены дня и ночи не будет. Вот если говорить о сменах времен года, то прежде всего надо обратить внимание на то, что очень распространено ошибочное утверждение, по которому летом Земля ближе к Солнцу, а зимой дальше. Лето и зима, они разные в разных полушариях Земли. Когда у нас лето, в южном полушарии зима, и наоборот. Поэтому такое объяснение не проходит. И нужно просто будет объяснить, как эта ситуация обстоит на самом деле. Вот. Здесь не требуется письме написать ответ, и проецировать на экран. Каждый учитель может это объяснить. То, что смена времен года связана с тем, что Земля вращается, примерно сохраняя постоянное направление оси вращения, и в течение года то южное, то северное полушария попеременно оказываются в большей степени повернуты к Солнцу, то есть получают больше энергии от Солнечных лучей. А вот этот вопрос, он полушуточный, полусерьезный. Сколько полных оборотов вокруг оси делает Земля западной? Ну, наверное, я думаю, что большая часть школьников скажет 365. Потому что год, он немножечко больше, чем 35 суток. И ошибется. Правильный ответ, это все понятно, это не 365, потому что Земля вращается не только вокруг оси, но и вокруг Солнца. Поэтому за год Земля делает 366 полных оборотов. Ну, плюс какая-то доля суток. Ну, вот теперь уже задача на то, чтобы люди лучше представляли себе масштаб Вселенной. Вот это, я считаю, задача такого типа очень полезная, хотя его можно немножко модернизировать и как-то изменить. Каждый учитель это может сделать. Но вот я предлагаю в том виде, в каком написано, как вы видите на экране. Если все масштабы уменьшить так, что Земля станет размером с небольшой глобус диаметром 30 сантиметров, то как далеко от Земли в этом масштабе окажется Луна, Солнце, Марс, ближайшая к Солнцу звезда и ближайшая спиральная галактика, это Туман Сандромедия. Для того, чтобы построить вот такую модель и посмотреть эти уменьшенные расстояния, надо воспользоваться таблицами расстояние до планет, информацию о расстоянии до ближайшей звезды. В каждом учебнике астрономии вы эту информацию найдете. Но вот интересно, решить это ее очень просто. Попробуйте вот так вот проверить свою интуицию. Я вот сейчас дам правильный ответ, может быть он вас удивит. Масштаб. Если 30 сантиметров соответствует размеру Земли, это диаметр, грубо говоря, 13 тысяч километров, это значит соотношение масштабных отрезков 1 к 40 миллионам. Значит, нужно реальное расстояние уменьшить в 40 миллионов раз, и получится, что на карте расстояние со Сталин до Луны от такого глобуса Земли будет около 10 метров, до Солнца около 4 километров. Окажется, что рядом, привыкли, что Солнце тут, у горизонта. До Марса, в зависимости от его положения на орбите, это расстояние, такое на нашей объемной карте будет от полутора до девяти километров, до Нептуна, самой далекой из больших планет, это около 110 километров, до ближайшей звезды около одного миллиона километров, вот какие расстояния между звездами, до туманности Андромеды, даже при этом масштабе будет около 30 тысяч астрономических единиц. Вот это позволяет решение этой задачи, простое, в общем-то, по сути это дело, для пятого класса, для шестого, но она позволяет понять, насколько велики масштабы, те расстояния, которые нас отделяют от других тел Солнечной системы. Во второй части, где видимые движения небесных светил, движения планет, важно объяснить, что такое небесная сфера и как удобно интерпретировать видимое движение планет и звезд, условно помещая Землю в центр мира, так как древние века считалось, что есть на самом деле. Но такой выбор системы координат очень удобен и важно понять, важно объяснить, что это красивый математический прием, но он не соответствует тому, что Земля реально находится в центре сферы. Но это очень понятно. Я долго не мог понять, почему некоторые вещи, касающиеся движения звезд и Солнца на небе, когда он простини, как-то не доходит даже до, не сразу доходит даже до умных учеников. Потом нашел ключевое выражение. Вот есть небесная сфера и есть небесный экватор, который параллельно земному экватору. Так вот, все видимые круги движения звезд по небу идут строго параллельно с плоскостью небесного экватора. Вот так, как здесь нарисовано. И все тогда становится понятно. Где небесный экватор, как движется, почему поднимаются и на какую высоту. Ну, надо сказать, что вот эта часть астрономии, раньше она составляла существенную долю учебника, сейчас она сильно, конечно, урезана и достаточно справедлива, потому что на первое место сейчас выдвинута какая-то астрофизическая картина мира. Но все-таки люди должны понимать, как можно объяснить то, что наблюдаем на характере движения звезды солнца. И поэтому общее представление все-таки обязательно надо дать о небесной сфере. Вот здесь пример такой задачи, которая легко решается в представлении небесной сферы. Это зная, что видимое движение солнца происходит в полосе плюс-минус 23,5 градуса от небесного экватора, определите для широты вашего места жительства на такую максимальную и минимальную высоту поднимается солнце над горизонтом к полдюн. Ну, для того места, где вы живете. И в какие дни это бывает. Это задача традиционная, она разобрана практически в любом учебнике или учебном пособии по солнцу, простите, по астрономии. Поэтому здесь я разбирать не буду, поскольку она очевидна. Просто приведу ту формулу, по которой высота это подсчитывается. 90 градусов минус широта. Это у нас будет угол максимального поднятия небесного экватора над горизонтом и прибавить 23,5 градуса, если кульминация светила солнца в южной стороне мира. Правда, можно усложнить, спросить, а если в северную? Ну, здесь вы на этот вопрос разберетесь с членками и сами. Следующий вопрос устный и очень простой. Сколько раз в году на экваторе солнце бывает в зените? Ну, вот, если понятно, вот, то, что я говорил, что все движения солнца, движения других тел проходят параллельно небесному экватору, и только солнце еще сдвигается на плюс-минус 23,5 градуса то в сторону юга, то в сторону севера, ответ достаточно понятен. Поскольку во всех точках земного экватора через зенит всегда проходит небесный экватор, мы же сейчас находимся на экваторе Земли по условию задачи. Ответ очевиден. Если не настаивать на высокой точности, то ответ простой. На экваторе солнце бывает в зените дважды в году, в дни равноденствия. осеннее равноденствие или весеннее. Когда солнце переходит из южного полушария в северное, и из северного в южное. А вот чуть усложнить и немножко нестандартный вопрос. А можно ли наблюдать нижнюю кульминацию солнца? То есть та кульминация, которая в северной части неба, у звезд наблюдается, а у солнца можно ли наблюдать нижнюю кульминацию? Или мы только солнце видим, как оно поднимается на горизонт на юге, на южную сторону неба? Ответ простой. Можно за полярным кругом. При этом чем ближе наблюдать к полюсу, тем большее количество нижних кульминаций за один сезон можно увидеть. Причем тут мы не уточняем о каком из полюсов идет речь о северном или юге, но это не важно. Где в данное время лето, там полярный день, там и наблюдается нижняя кульминация солнца. Может быть разбор этого вопроса сделает более понятным о том, почему существуют полярные дни, когда солнце не заходит, и полярные ночи, когда солнце не восходит. Следующий вопрос. звезда взошла над математическим горизонтом в ноль часов одну минуту по местному времени. Сколько еще раз она пересечет горизонт в данном пункте в течение этих суток, имеется ввиду местных суток, когда часы опять покажут ноль часов одну минуту следующего дня. Ну, самое первое, что приходит в голову, это то, что она сейчас поднялась, через какое-то время зайдет и все. На самом деле, этот ответ был бы неверным. Два рада еще. Один раз она зайдет, а один раз еще взойдет, потому что промежуток времени между кульминацией звезд 23 часа 56 минут, а не 24 часа. Вот это, на это обстоятельство стоит обратить внимание, потому что оно мало кому известно из школьников, которые не интересовались рано астрономами. Теперь если говорить о системе мира, о движении планет вокруг Солнца и о том, как они представлялись в прошлые века, геоцентрической системе, можно обратить внимание на то, что геоцентрическая система, в которой Солнце считалось центром, простите, Земля считалась центром Вселенной, а Солнце и планеты обращались вокруг Земли, она неверна, естественно, но тем не менее в рамках этой картины удавалось довольно точно рассчитывать видимые движения планет, которые хорошо согласовались с наблюдениями. Более того, когда Коперник предложил свою систему, она проигрывала в точности с тем, что можно было бы получить, исходя из системы Птолемея. Ну вот вопрос, ответ на который вы все знаете, но надо обратить внимание школьников на то, что в системе Птолемея движения планет и Солнца и Луны было не по чистым кругам, а круговые движения, к чисто круговым движениям еще прибавлялись движения по эпициклам, то есть по малым кругам, центры которых движутся по большим кругам. Так как бы имитировались неоднородности в угловой скорости перемещения планет и Луны, которые хорошо были известны. А с точки зрения современной математики это некий эквивалент представления сложного движения, как сумма гармонических движений по нескольким окружностям, или как разложение сложной функции положения планет под времени в ряд фурье, состоящий из отдельных гармонических компонентов. Это очень остроумный прием, он давал свои плоды и в принципе с помощью такого метода можно увеличивая количество эпициклов любую точность получить точность предсказания планет, положения планет и Луны на небе. Что в общем-то и делалось. То есть планеты в этой системе гиацинтрической обращаются одновременно как бы по дифференту чистой окружности, по этому дифференту катятся центры второго круга, то есть название эпицикла, а для того, чтобы увеличить точность определения координат, еще приходилось вводить третий, четвертый, пятый и так далее, целую серию эпициклов. Чем точнее наблюдение, тем больше нужно ввести эпициклов, чтобы получить объяснение и предсказание положения планет на будущее. Это очень остроумный прием, который фактически представляет собой математическую форму описания движения реально как гиацинтрической системы координат, но условно перемещаемся к систему координат, ставим ее связанные с Землей и все равно наблюдение получает свое объяснение. Но вот что интересно, далеко не всегда правильно представляют себе вот эту Толемеевскую картину гиацинтрической системы мира. Вот картинка взятая из одной популярной книги или учебники, я уже не помню, в центре Земля, вокруг Земли вращаются другие небесные тела, ближе всего Луна, потом Меркурий, Солнце, Юпитер, Марс, Венера, Сатурн, а дальше сфера неподвижных вирусов. Вот если бы Птолемей посмотрел на эту свою систему, на этом рисунке, он бы сказал, что вы все неправильно представляете, здесь такая ошибка, которую я допустить никак не мог. Вот посмотрите и внимательно, кто сразу увидит ошибку, отзовитесь. Вот я даю 15-20 секунд. сфера сфера Ну вот, время прошло, никто мне не ответил Но я указываю Дело во внутренних планетах Венера и Меркурий Они всегда рядом с Солнцем Они могут переходить с одной стороны от Солнца, на другую, но никогда не уходят от него дальше некоторого угла Особенно маленького доли Меркурия А здесь же они вообще разнесены на другую сторону окружности Это грубая ошибка Поэтому, я бы сказал, грубейшая ошибка в представлении геоцентрической системы Следующая глава учебника Движение космических тел под действием силы гравитации Орбиты космических тел Элементы небесной механики Космические аппараты Орбиты космических аппаратов Здесь задач можно придумать гигантское количество Потому что в этот раздел входит закон всемирного додатения Ну, а он открывает большие возможности составления задач Как устного характера, так и с использованием несложных вычислений Ну, вот начнем с такой задачи Скорее физической, чем астрономической Она не оригинальна Ее можно встретить, наверное, и в других местах Вот по сферам Земли влетает тело, метеороид Размером 10 на 10 на 10 метров Ну, это примерно такой размер, как у маленького астероида, который упал Пролетел в небе над Челябинском и взорвался Влетает в атмосферу, метеороид и полностью испаряется Плотность вещества считать равна плотности воды Какая при этом выделится минимальная энергия Ну, что значит минимальная Минимальная, потому что реальная энергия зависит от скорости, с которой он влетел Если она очень большая, то энергия будет большая Но скорость не может быть меньше минимальной Минимальная скорость, с которой тело может войти в атмосферу Это вторая космическая скорость, 11 километров в секунду Поэтому мы можем смело говорить о том, что в любом случае выделится энергия при падении Которая превышает вот это минимальное значение Соответствующие второй космической скорости движения А дальше проводим простые вычисления Энергия равна mv квадрат пополам Дальше смотрим, подставляем выражение для квадрата Второй космической скорости 2gm на r Ну и получаем в ответе 6 на 10 в 13 степени джоулли И для сравнения взрыв бомбы в 1 килотонну Это 4 на 10 в 12 степени джоулли Хиросима была разрушена атомной бомбой Которая выделила энергию около 20 килотонн А метеорит под Челябинском почти 100 килотонн Вот в чем большая опасность падения на Землю астероидов Они действительно несут в себе энергию Существенно превышающую энергию атомных взрывов Идем дальше Теперь следующий вопрос Он скорее такого и литературно-физического характера При описании полета первого искусственного спутника Земли Запущенного в СССР 4 октября 2007 года В одном из журналов было сказано следующее Из-за трения о верхней слое атмосферы Спутник потерял скорость Вошел в плотные слои атмосферы И сгорел вследствие трения о воздух Все ли верно в этих словах? Ну давайте я секунд 10 даю Начал подумать Чтобы не сразу было ответ Что-то здесь верно Что-то нет Ну наверное верно То что спутник Вошел в атмосферу и сгорел Вследствие трения его скорость Мне пишут скорость была большая Скорость была Начальная скорость была Около 8 км в секунду А что неправильно в фразе? Что неправильно в этих словах? А вот что Первая часть фразы Из-за трения о верхней слое атмосферы Спутник потерял скорость Вот правильно Трение о разреженные верхние слои атмосферы Это действительно стало причиной падения первого спутника Как и многих других после него Однако приближаясь к земле Спутник не терял скорость движения А увеличивал ее Ну казалось бы парадокс Трение оно реально И оно приводит к росту скорости Но это факт и легко объясним Потому что спутник падает Земля его продолжает притягивать И разгонять К росту скорости Приводит не трение А гравитация Работа сила тяжести Ускоряет движение спутника И компенсирует потерю энергии на трение При этом можно показать Что работа сила тяжести Делится ровно пополам Половина вот этой работы Идет на рост Кинетической энергии спутника То есть Рост его скорости А вторая половина Уходит в тепло Из-за трения Вот это будет правильный ответ И скорость спутника возрастает До той поры Пока он не проникнет В плотные слои атмосферы Где она уже больше в тени Вот На этом примере Очень хорошо Можно продемонстрировать Характер движения Космических объектов Когда они приближаются Сближаются Когда объект Вближается с другим объектом Под действием имитации Скорость всегда Всегда растет Другой вопрос Уже более Требующий неких оценок Количественных Его Можно разобрать и на уроке А можно дать В качестве домашнего задания Но этот вопрос Для людей Мало знакомых с физикой А 30-11 класса Таких сейчас немало Он немножечко трудноват Но все-таки Он многое что иллюстрирует Земля неожиданно Остановилась на своей орбите И начала падать на Солнце Сколько продлится падение И с какой скоростью Земля ударит Солнце Вот Конечно Это Такой Несколько Фантастический сценарий Он никогда не может быть Отуществлен Отуществлен Но реально мы же можем наблюдать Можем послать Ракету Которая бы падала на Солнце И это будет относиться к ней Как посчитать? На самом деле Эта задача решается Двумя способами Первый физически Через уравнение движения Для Школьников Это трудновато Потому что Это движение С переменным ускорением А в школе Движение с переменным ускорением Проходит только в одном случае Когда речь идет о гармонических поливаниях А второй способ Очень простой Потому что Задачу можно свести К третьему закону Пеклера Покажу как Падение По радиусу вектора К Солнцу С расстояния Р Можно представить Как движение По предельно сжатому эллипсу С большой полуощью Равная Р пополам Солнце находится На самом конце Вот этого Сильно вытянутого Эллипсоида А Путь падения Это фактически Движение По полуэллипсу Но Этот Эллипс очень вытянут Поэтому Это мало отличается От прямой линии Время падения Т Равно половине Орбитального Периода То есть Нужно От земли По полуэллипсу Добраться до Солнца Значение П Легко определяется Из третьего закона Кеплера Путем сравнения С движением земли Отношение Периодов В квадрате Равно отношению Больших полуосей Орбит в кубе Значит П делить на один год Равно Половина Р разделить на Р Где Р Это расстояние От земли до Солнца И в кубе Отсюда П равно Полгода В степени В степени Три вторых А Т Которая Равно Пополам Это будет Половина В степени Пять вторых Это 65 сут Вот ответ А с какой Скоростью Он упадет Ну это Ясно Что это будет Вторая космическая Скорость Для Солнца Которую тоже Любопытно Вычислить Поставив Уже формулу Которая Описывается В учебнике Для второй космической Скоростью Корень квадратный С2 Ж М Получится Ответ 618 Км Секунды Ну Пойдем Дальше Дальше Уже Речь О космических Полетах Это тоже Довольно Важная Тема Траектории Полетов И полетов Прежде всего К Луне Вопрос Это Не задача Это вопрос Вопрос Я бы сказал На эрудицию Сколько людей Участвовало В полетах К Луне И сколько Их побывало На лунной поверхности Ну Не высчитать Не определить Каким-то путем Ответ Нельзя Просто Надо знать Ну Это проверка Знание Проверочный вопрос Правильный ответ Привожу Ниже Это Картинка Которая Показывает Картинка Сделана С борта Космического Аппарата Который Выведен На орбиту Луны И с него Уже Стартовал Посадочный Аппарат Который Который Должен Который Должен Сверхить Посадку На поверхности Луны И над Горизонтом Луны Прекрасно Видна Фотография Земли Тоже кстати Очень Такая характерная Хорошо Видно Что Земля С Луны Может Выглядеть По форме Так же Как Луна С Землей Теперь Ответ С 1968 По 72 Голи Луне Было Запущено 9 Космических Кораблей 9 С Экипажем Из Трех Астронавтов В каждом Всего 27 Астронавтов Из них 6 Аполлонов Успешно Осуществили Высадку Астронавтов На поверхность Луны Это Аполлон 11 12 14 15 16 17 Остальные Свершили Облет Луны Как Аполлон 13 Или Ее Орбитальное Исследование Аполлон 8 И 10 Экспедиция Аполлон 11 Существила Первую Посадку На Луну Всего На Луну Высаживались 12 Астронавтов Вот Это Правильный Развернутый Ответ Но В принципе Эта Информация Содержится В учебнике Поэтому Это Такой Вопрос Один Из Немногих Которые Ответ На который Можно Получить Просто Перечитав Внимательный Учебник А вот Следующий Вопрос Он Связан С Вычислениями Также С Изучением Характера Движения Под действием Гравитации В отсутствии Атмосферы Достаточно Оригинальной Формулировки Это Каков Максимальный Размер Астероида С которого Человек Может Спрыгнуть В космос И улететь В бесконечность Если Он Находится На астероиде Ну Пока Посадка Людей На астероиды Пока Не предвидится Но В будущем Это Неизбежно Будет иметь место Поэтому Хотя Это Достаточно Австрактно У нас Стоит Задача Но Она Достаточно Интересна С периодической С точки зрения Чтобы Человек Мог Прыгнуть И улететь В бесконечность Нужно Чтобы он При прыжке Сообщил себе Скорость Равна Скорости Убегания Для данного Астероида А скорость Убегания Она зависит От двух вещей От размера И от массы Ну Здесь Кажется Не хватает Каких-то Данных Для Строгого Решения Но Очень строгого Решения До строгого Точного Числа Довести Ее все равно Нельзя Поэтому Можно Делать Конечно Примерные Оценки Которые Сейчас Руководствуясь Вот теми Пунктами Которые Сейчас Вы видите На экране Чтобы улететь В бесконечность Нужно Развить Вторую Космическую Скорость Которая Равна Корне Квадратному Из 2 Жм На Р Где МР Масса Радиус Космического Тела Чтобы Облегчить Расчеты Преобразуем Эту форму Для Сферического Тела Масса Равняется 4 Третьих Пир Купро Две Род Средней Плотности Тела И Используя Второе Значение Второй Космической Скорости Для Земли Допишем Вторую Космическую Скорость Через Вторую Космическую Скорость Для Земли То есть 11,2 Км В Секунду Это Вторая Космическая Скорость Для Земли Умножить На Отношение Размер Астероида К Размеру Земли И На Корень Квадрат Это Отношение Плотности Астероида К Земли Размер Земли 2 6371 Км Плотность Земли Известна 5,5 Где-то Грамм На Кубичек Сантиметр Примем Плотность Типичного Астероида Равная 2 Грамма На Кубичек Сантиметр Это Достаточно Типично Если Взять Немножечко Другую То Качественно Это Ни На Что Не Повлияет И Получаем Что Скорость К Требуем Скорость Это 1 Метра В Секунду Умножить На Радиус В Километрах То Если Астероид Умножить Радиус 1 Километр То Достаточно Скорости При прыжке Всего 1 Метра В Секунду И Улетим Ну Это Задача Которую Есть Смысл Разобрать На Уроке Но Она Не Рассчитана На Получение Очень Строгого Решения Вторая Абстрактная Задача А вот Эта Задача Качественная И Некоторые Да Это Тоже Количественная Но Более Определенная Кажем так Какой Тривиальный Потому Что Если Мы Хотим Ракету Допустить На Солнце Конечно Нужно Как-то Так Направить Чтобы Ввести На Траекторию Которая Привела Бы Ее К Солнцу Самый Распространенный Неправильный Ответ Это Запустить В сторону Солнца Не Получите Ничего Ракета Пойдет По Электрической Траектории И Никогда На Солнце Не Упадет Правильный Ответ Только Один Если Мы Хотим По Корчайшей Запустить По Кратчайшей Траектории Запустить Ракету В сторону Солнца И попасть В него То нам Надо Погасить Орбитальную Скорость Земли Значит Должен Протвориться Запуск В направлении Противоположном Направлению Движения Земли По Орбите Ну Реально Это можно Сделать Даже В процессе Движения Можно Немножечко Менять Скорость Чтобы Выйти На Оптимальную Траекторию И Если Скажем Для того Чтобы Достичь Орбиты Более Далеких Планет Мы Должны Дать Импульс В направлении Движения Орбиты Земли По Орбите То В случае Солнца Мы Должны А вот Векторочек Здесь Показан Так Продолжен Продолжен Продолжение ...обратным направлению движения Земли вокруг Солнца, тогда когда ракета пойдет по траектории, приближаясь к Солнцу, но эта траектория не прямая линия, поэтому, чтобы попала ракета на Солнце по этой траектории, нужно еще корректировать ее движение. Но если мы сможем просто погасить скорость движения по орбите, ракета будет падать на Солнце по прямой линии. Но как это сделать? Какую скорость нужно сделать, чтобы ракете сообщить, чтобы погасить движение? Ну, скажем, Земля движется по орбите со скоростью 30 км в секунду. Можем ли мы сообщить скорость 30 км в секунду, чтобы полностью скорость Земли была исключена? Нет, не можем, потому что речь идет о скорости в окрестностях Земли. Для того, чтобы 30 км в секунду было на большом расстоянии от Земли, в окрестностях Земли, при запуске скорость должна быть больше. Посчитать ее можно вполне школьными методами. Поэтому решение написано так, как вы здесь видите. Простейшее решение – это после разрыва гравитационной связи с Землей развить скорость ее орбитального движения около 30 км в секунду в сторону противоположного этому движению. То есть остановиться на орбите и начать падать на Солнце по радиусу вверх. Для этого вблизи Земли, с учетом ее притяжения, ракете необходимо развить скорость, чтобы посчитать, нужно вспомнить, что сумма кинетических энергий – сумма квадратных скоростей. Закон сохранения энергии действует, поэтому нужно взять сумму орбитальной скорости 29,8 в квадрате, плюс вторая космическая скорость 11,2 в квадрате, и взять корень квадратный, и будет 31,8 км в секунду. То есть около Земли такая ракета должна иметь скорость 32 км в секунду в направлении вектора скорости, соответственно, обратному направлению движения Земли по орбите. Тогда ракета будет просто падать на Солнце по прямой линии. Ну и заметим, что до такой скорости еще ни одна ракета не разгонялась. Следующий вопрос из этой же части учебника, касающейся движения небесных тел. Почему великие противостояния Марса бывают в одно, всегда бывают в одно и то же время года? В какое? Можете поинтересоваться. Они бывают прям где-то в конце лета. А почему? Вопрос достаточно тривиальный, если вспомнить, что и Земля, и Марс движутся не точно по кругам, а по эллипсам. И если положение планеты такое, что расстояние между ними минимальное, это будет примерно всегда в одном и том же месте орбиты по отношению к направлению на Солнце. Но это означает, что в одно и то же время года, в одни и те же дни. Вот самое маленькое расстояние здесь 0,4 астрономических единицы, 55 миллионов километров. Ну в 2018 году это было 27 июля. Поскольку форма орбит очень медленно меняется со временем, из года в год все эти конфигурации повторяются. И самое узкое место между орбитами, оно всегда находится на том же самом месте, которое Земля проходит в конце лета. То есть полностью ответ может быть таким, что великими называют такие правостояния, противостояния, в период которых Марс находится в районе переделия своей орбиты. То есть ближе всего к Солнцу и практически к круговой орбите Земли. Орбита Марса более вытянута, чем орбита Земли. Поскольку ориентация орбит в пространстве меняется чрезвычайно медленно, великие противостояния происходят приблизительно при одном и том же положении на своих орбитах Земли и Марса. С другой стороны, времена года на планете привязаны к ее положению на орбите. Вот почему великие противостояния Марса приходятся на один и тот же сезон года, август и год. Следующий вопрос имеет немного другой характер. Он уже связан с представлениями о звездных величинах. Здесь он немножечко контрастирует с вопросами о движении небесных тел, но связан с вопросами о условиях наблюдения Солнца и планет в нашей Солнечной системе. Вот для наблюдателя на Земле Солнце имеет видимую звездную величину минус 26,7, а полная Луна имеет звездную величину минус 12,7. Определите, во сколько раз сильнее Солнце отвечает поверхность Плутона, чем полная Луна отвечает поверхность Земли. Среднее расстояние от Солнца до Плутона поднять равно 40 авторгономических единиц. Это достаточно трудная задача, потому что дело не в физическом законе изменения освещенности обратно в квадратное расстояние, а в логарифмах. Потому что звездная величина – это логарифмическая мера светового потока. И я бы сказал так, что далеко не во всех классах есть время подробно объяснять, как количественно работать со звездными величинами. Я ничего страшного в этом не вижу. Есть ребята продвинутые, есть классы продвинутые, где это очень важно. Если нет возможности решать подобные задачи, это не означает, что курс астрономии будет исчердан. Но тем не менее, задача имеет прямой смысл. Мы должны понять, а насколько на Плутоне темно? От Солнца он далеко, темнеет, например, чем на Земле, когда Землю освещает Луна, или нет? Ну вот здесь решение разбивается на несколько этапов. Сначала определим, во сколько раз Солнце освещает поверхность Земли сильнее, чем полная Луна. Вычислив разность их видимых звездных величин, 26,7 минус 12,7 будет 14, найдем это отношение. Для того, чтобы найти, нужно 2,512 взять 14-ю степень. Брать это можно только с помощью калькулятора, но в принципе, если проглогарифировать эту величину, то это будет очень просто, потому что логарифм величины 2,512 равна ровно 0,4. Ну в общем, так или иначе, с помощью калькулятора или чего-то логарифма, мы получаем ответ 400 тысяч. У планеты, удаленной от Солнца на R астрономических единиц, поток Солнечного света ослаблен в R квадрат расы. Закон обратных квадратов для освещенности. Следовательно, Солнце будет отвечать эту планету в 400 тысяч, разделить на R квадрат, ярче, чем полная Луна отвечает Землю. Ну вот для Плутона R равняется 40 астрономических единиц, и это составит на 400 тысяч, делим на 40 в квадрате, то есть на 1600, получается 250. Иными словами, поверхность Плутона на его среднем расстоянии от Солнца, днем, освещена так же ярко, как если бы ночью на земном небосклоне сияло 250 полных лун. Ответ может оказаться даже неожиданным. Это весьма яркое освещение, при котором можно не только гулять без фонаря, но и читать мелкий шрифт. Это Плутон, 40 астрономических единиц. Другая задача. Что притягивает Луну сильнее, Земля или Солнце? Эту задачу придумал не я, не мой соавтор. Это стандартная задача, которая хорошо известна преподавателям, занимавшимся преподаванием астрономии раньше. Посчитать-то легко по законам всемирного тяготения. Солнце, Земля, Луна. Сила всемирного тяготения говорит о том, что сила взаимодействия пропорциональна по разведению масс и обратно к квадрату расстояния. Поэтому надо сравнить систему Земля-Луна и Земля-Солнце. Делаем это. Но проще сравнивать не силы, а сравнивать будем ускорение, поскольку масса самой Луны одинаково входит в формулу для сил как к Земле, так и к Солнцу. И пусть у нас А с значком с крестиком, это ускорение Луны по направлению Земли и Солнцу, а Р с крестиком и Р с точкой, это расстояние Луны от Земли и от Солнца. Соответственно, М с крестиком и М с точкой, это масса Земли и Солнца. Тогда получаем для ускорения, которое сообщается, ускорение для Земли Gm на R квадрат, для Солнца, для стороны Солнца, ускорение Gm на R квадрат уже по значкам и Солнца. То и другое, как это мы, относится к Луне. То есть Луна движется с ускорением А, Z, которое сообщает гравитационное поле Земли, и с ускорением А с точкой, которую Луне сообщает Солнце. Найдем их отношения, делим одно на другое, так сказать, будет отношение масс на квадрат отношения радиусов, подставляем числа и получаем ответ 2,2. А с точкой, то есть к Солнцу, ускорение больше. Итак, притяжение Луны к Солнцу более чем вдвое превосходит ее притяжение к Земле. То есть это несколько неожиданно, потому что мы привыкли, что Луна спутник Земли, Луна спутник Земли. Солнце-то сильнее ее притягивает. Поэтому вот очень интересно на этом примере объяснить, почему, несмотря на это, Луна все-таки действительно является спутником Земли. Но это вы можете сделать уже и без моей подсказки. А вот следующая задача, она такая полусерьезная. Попробуйте описать, как движется Луна и Земля, с учетом протяжения Луны, относительно Солнца. Вот есть три равных представления. Ну вот, что самое главное, что вот на самом деле вокруг Солнца, строго говоря, движется не Земля, а центр масс системы Земля-Луна. Вот этот центр масс описывает почти правильную окружность. Вот как она здесь обозначена, синим. Относительно этой окружности и Земля, и Луна испытывают определенные колебания. Но какой вид они имеют? Вот здесь три варианта. Первый вариант. И Земля, и Луна колеблются вот таким вот образом, как здесь показано, пунктирные линии. А центр масс, естественно, движется по кругу, который в данной проекции выглядит так, с плюсом. Второй вариант представления. Движется так, что какое-то промежуток времени движение обратное. Получаются такие петли. Третий вариант. Давайте спрямим условную окружность, сделаем ее прямую. И тогда у нас получится вот такая ситуация, когда у нас сначала Луна уходит дальше от Солнца. Солнце здесь внизу находится. Потом ближе к Солнцу, и опять меняет скорость. Это все взято из равных источников картинки. В одном месте вы их не найдете. Какие из этих вариантов правильные? Ну, опять я дам несколько секунд подумать. Потому что ответы обаскураживающие. Никакие. Правильно. Кто-то правильно ответил. Все три неправильные картинки. Чем неправильно вот этот картинка, например? Ну, хотя бы тем, что если эта петля описывает Луна, то она должна где-то двигаться с такой скоростью в обратную сторону, которая превышает скорость движения Земли вокруг Солнца, чтобы у нас получилась обратная петля. То есть, какую-то часть пути двигаться в противоположном направлении. Ну, Луна, движущаяся, имеет скорость только 1 км в секунду. Это немыслимо. Но вот и это тоже неправильно. Почему? Да просто потому, что у нас Земля движется почти по кругу. Луна не может описывать относительно этого круга вот такую траекторию, потому что она в всех точках своей орбиты, как мы уже выяснили в предыдущей задачи, Земля притягивает Луну слабее, чем Солнце. Раз она притягивает Луну слабее, чем Солнце, значит, ускорение, с которым движется Луна в любой точке орбиты, всегда направлено в сторону Солнца. Поэтому Луна не может при этом в этом случае двигаться по траектории, которая была вогнутой стороной, обращалась к Солнцу. Солнце сильнее притягивает. Поэтому всегда Луна должна двигаться по траектории, чтобы не может выпуклой стороной обращаться к Солнцу. Всегда Луна движется по такой траектории, чтобы всегда быть к Солнцу обращенной в вогнутой стороне орбиты. Поэтому ни одна из этих трех картинок неправильна. Другое дело, что трудно нарисовать эту вот такую орбиту Луны, чтобы в каждой точке была вогнута орбита в сторону Солнца. Ну, можно представить себе вот так вот грубо. Значит, вспомним результат предыдущей задачи. И вот, что получается, грубо говоря, Луна должна двигаться так, что даже когда она находится между Землей, а Земля движется по кругу здесь, и Солнцем, а Солнце в центре круга, все равно она была бы вогнутой стороной, была бы обращена к Солнцу, только вогнутой будет меньше, чем у орбиты Земли. Вот, собственно говоря, и правильный ответ. Только не в масштабе нарисованы. Вот. Мой соавтор, Владимир Георгиевич Свердинский, попытался нарисовать это в правильном масштабе, но получилась примерно вот такая картина. Маленький кусочек орбиты. Вот это же в правильном масштабе. Вот черным густым это окружность, по которой движется Земля, а вот по такой линии серой движется Луна. То есть в данном масштабе, здесь все масштабы выдержаны правильно. Луна чуть-чуть в сторону Солнца смещается по отношению Земли, к сторону Солнца, и через какое-то время, через полоборота, в другую сторону по отношению к орбите Земли. Но всегда орбита Луны остается вогнутой стороной, направленной в сторону Солнца. Вот правильный ответ. Давайте пойдем дальше. Почему геостационарные спутники висят над теми или иными точками земного экватора и не падают? С какой скоростью и на какой высоте они движутся? Ну я думаю, что эта задача для каждого из вас достаточно ясна, но школьникам приходится объяснять. Ведь у многих есть там спутниковое телевидение, там 3Color TV, все видят спутниковые тарелки, которые смотрят в южную сторону неба. На что они наведены? Они наведены на спутники, на геостационарные спутники, которые висят над той или иной точкой экватора. спутников много, геостационарных, все они движутся в плоскости земного экватора, они не стоят, но их скорость, угловая скорость, она соответствует угловой скорости движения Земли, поэтому они как бы, для нас они висят неподвижно, вот это очень важно. А скорость можно найти, исходя из классической формы кругового движения, учитывая только радиус орбиты. Это самостоятельная задача. Сейчас на геостационарной орбите работают сотни спутников. Расстояние от Земли до этой геостационарной орбиты, от центра Земли, составляет 42 164 километра, и это вполне можно найти, решив задачу на уроке. Ну, а если брать от поверхности Земли, то это будет чуть меньше 36 тысяч километров. И вот при такой скорости угловая скорость движения спутника геостационарного будет равна угловой скорости движения Земли. То есть один оборот за то время, в которое Земля обращается вокруг оси. А это время, ну, надо напомнить, это не 24 часа. Это 23 часа 56 минут. Таков период обращения Земли вокруг своей оси. На 4 минуты короче суток. Солнечных суток. Следующая глава уже связана с измерениями, но здесь задач может быть много, в зависимости от уровня подготовки студентов, в зависимости от того, каким запасом времени обладает преподаватель, для объяснения этих вопросов. Но некие фундаментальные, такие ключевые вещи, я на них остановлюсь. Для чего проводят дорогостоящие внеатмосферные наблюдения далеких объектов, которые прекрасно видны из Земли. И действительно, космические аппараты здесь очень дорогая. Они могут обходиться в сотни тысячи и сотни миллионов долларов, например. Даже, скажем, космический аппарат Хаббла, это уже миллиарды долларов. А что он наблюдает? Он же наблюдает то, что и Земли можно наблюдать. Те же объекты, галактики, звезды, и планеты наблюдались в космическом аппаратах Хаббла. Для чего нужны вот эти дорогостоящие космические обсерватории? Вопрос этот обсуждается в учебнике. И концентрированный ответ такой, что для двух целей. Прежде всего, для наблюдений в недоступных на Земле областях спектр. Это самое главное. Потому что за пределами атмосферы можно принимать излучение на тех длинных волн, которые сквозь атмосферы не проходят. Это ультрафиолетовый диапазон, это рентгеновский диапазон, это диапазон гамма-излучения, это далекий инфракрасный диапазон, небо там выглядит в этих диапазонах совсем по-другому, в каждом случае по-разному, и разные объекты видны. И это можно исследовать только за пределами атмосферы. Второе, это то, что отсутствие атмосферы позволяет реализовать более высокую разрешающую способность. Телескоп Хаббл это, Можно также создавать космические интерфероны на большой базой, но это реализовано только в настоящее время, только в эксперименте радиоастрон. Я об этом скажу чуть-чуть позже. Вот это второй пункт. Сейчас отошел на второй план, потому что с помощью очень продвинутой техники астрономические наблюдения крупных телескопов проводятся с использованием так называемой адаптивной оптики, которая имеет возможность компенсировать все дрожания, что вносит атмосферу в изображение. Поэтому сейчас даже крупные телескопы с помощью адаптивной оптики позволяют видеть далекие объекты на небе почти так же, как они видны из космоса. Поэтому вторая сейчас задача уже ушла и уже даже в далеких проектах не предусматривается создание автономических обсерваторий, которые бы наблюдали в видимой области спектра. Все подчинено задаче номер один наблюдения в недоступных на Земле спектральных областах. Вот это очень важно. Я могу напомнить, что официально заявлено, что в этом году будет наконец-то запущен уникальный космический аппарат спектр рентгенгамма. Это российский аппарат с активным участием Германии, прежде всего, который делал один рентгеновский телескопов. Это два рентгеновских телескопа для измерения излучения в интервале 2,30 килоэлектровольт. Детектор гаммов всплесков на небе. Полный обзор неба предусматривается с рекордной чувствительностью и с секторальным разрешением и плюс долговременное отслежение за отдельными источниками. Я надеюсь, что этот запуск все-таки осуществится, потому что сколько уже можно откладывать? Он же давным-давно, уже сколько лет прошло, когда уже по плану телескоп должен быть запущен. Интересно, какие задачи на этом ставят. это космическая обсерватория российская, которая в значительной степени конспенсирует то отставание, которое за последние годы накопилось в российских космонавтах и в российских исследованиях, космических исследований космоса, которые проводятся в нашей стране. Вот я просто приведу, на всякий случай, научные цели, поскольку я все-таки надеюсь, что эта обсерватория полетит. Основные четыре группы задач. Полный обзор неба в жестком и среднем рентгеновском диапазоне с рекордной четвертностью и спектуальным разрешением плюс слежение за отдельными источниками. Это обнаружение и исследование горячего газа в сотнях тысяч скоплений галактик. Измерение так называемого эффекта Зельдовича-Сюняева. Это эффект взаимодействия и влучения катерликтового фона с электронами горячего газа в скоплении галактик. Эффект уже открыт, но он очень информативен и требуется большое количество объектов наблюдать, чтобы уже составить какое-то представление о том, как свойства скоплений галактик меняются в зависимости от расстояния от нас. Это обнаружение многих сотен тысяч активных ядер галактик. Выяснение их эволюции со временем тоже очень важная задача. И это поиски потоков горящего газа между скоплениями галактик для исследования формирования крупномасштабной структуры Вселенной. Структуры, которые образуют галактики Вселенной. Вот четыре группы таких вопросов. Вернемся к задачам. Определите, какое угловое разрешение для излучения на длине волны 600 нанометров. Имеет телескоп Хаббла с объективом диаметром 240 сантиметров ограниченной дифракцией света. Вот здесь надо очень подчеркнуть, что есть естественное ограничение разрешающей способности. А, кстати, рассказ о разрешающей способности должен быть отдельным. Это уже, я думаю, что это нужно обязательно сделать на урок к астрономии, когда речь идет об астрономических методах исследования. Диаметр 2,4 метра задача решается очень просто. Решение короткое. Лучше сначала покажу фотографию космического телескопа Хаббла. Он, кстати, уже завершает свою работу. В 90-х годах он выполнил колоссальный объем работы и получил много информации недоступной с Земли. В 2020 году на смену этого телескопа поднимет телескоп существенно более продвинутый в техническом отношении с диаметром объектива уже не 2,4 метра а 6 метров. Это запах должен продвести NASA в Соединенных Штатах Америки. Телескоп называется телескоп James Web Телескоп. Вот как возвращающая способность она в этой форме просто обозначается буквой бета греческой. Примерно равно отношению лямбда к диаметру объектива и верхний угол выражать в радианах. А чтобы получить выражение в секундах надо умножить на 2 на 10 в пятую степень. Получается подставив длину волны и диаметр получается 0,6 угловых секунды. Угловое разрешение которое сейчас можно достичь с помощью активной оптики даже на надземных телескопах. Связанно с этим другой вопрос почему ни при каком увеличении нельзя разглядеть на Луне предмет размером с человека потому что некоторые задаются вопросом что там спорят где там посаженная американская станция на Луне посмотрите в телескоп больших увеличений увидите или нет нельзя увидеть предмет размером с человека ни при каких случаях. Простое вычисление фактически по той же формуле объект на Луне размером 2 метра виден с Земли под углом 2 метра делим на длину волны под углом простите делим делим на расстояние до Луны 4 на 10 восьмой степени метров умножаем на 2 на 10 в пятой степени получаем одну тысячную угловую секунду то есть двухметровый отрезок там на Луне мы можем видеть под углом одну тысячную угловую секунду даже в отсутствие атмосферы понадобился бы оптический телескоп с размером объектива в несколько сотен метров чтобы дифракция позволила бы увидеть объект разрешить объект такого маленького размера следующая задача кстати продолжение как с помощью интерферометра достигают большие угловые разрешения перед вами изображение очень активно сейчас работающего комплекса миллиметровых субмиллиметровых антем это американский радиоэнтерферометр он расположен в очень сухом месте это пустыня Атакама на высоте больше четырех тысяч метров над уровнем моря вот как на этих субмиллиметровых волнах выглядит область недавно родившейся звезды здесь показана оптическая фотография это звезда HL Таури в виде тельца и HZ Таури вот эта фотография раздута вот это звезда HL Таури отдельный маленький квадратик здесь увеличен большой и в нем впечатлен как выглядит этот объект по изображению видят наземный интерферометр ALMA о которой я говорю то есть это диск от него к нам приходит отлучение нагретой пыли звезда в центре она не видна но яркая более высокая яркость в центре говорит о более высокой температуре это протопланетный диск который окружает молодую звезду а вот эти вот канавки похожие на канавки гармофонных пластинок просто говорят нам о том что здесь формируются планеты и они своим гравитационным полем просто подбирают вещество которое входит в сферу их действия то есть вблизи их орбит вокруг центральной звезды то есть таких подобных картинок уже существует несколько реально видим объекты в которых рождаются новые системы похожие на нашу солнечную систему это иллюстрация к предыдущей задаче ну вот стоит сказать о космическом аппарате радиоастрон с помощью которого было получено рекордного углового разрешения около 10 угловых микросекунд благодаря тому что он работает как интерферометр в совокупности с большими радиотелескопами на земле а сам он движется в космосе по очень вытянутой орбите чуть ли не доходящей до луны вытянутый такой элипс ну и тогда угловое разрешение такого аппарата оно тоже определяется дифракцией но вместо диаметра объектива нужно брать тогда расстояние между антеннами отдельными антеннами которые образуют этот радиоэнтоперометр так вот угловое разрешение 10 угловых микросекунд трудно себе представить это угол под которым видна толщина спички с расстоянием 20 тысяч километров этот аппарат совсем недавно тут кончил свою работу в январе антенна его была 10 метров апогеи орбиты 350 тысяч километров и его данные еще долго будут перевариваться и изучаться и сопоставляться с новыми результатами ну вот теперь следующий вопрос устный и простой почему радиоастрономы могут наблюдать днем а астрономов вообще нет дело в том что взлеты в телескоп днем видны все таки но никто из астроном фактических днем не наблюдает потому что все заливает свет неба чем фон темнее тем более слабый объект это можно наблюдать при ярком фоне только слабый самый яркий значит правильный ответ в отличие от оптического диапазона в радиодиапазоне солнце ненамного превосходит другие ярчайшие объекты поэтому вкупе со слабым рассеянием радиовол в атмосфере это делает наше дневное радио небо темным позволяя изучать даже слабые радиоисточники на частотах для которых она перопрозрачна вот это простой ответ но он содержит одну мысль которую стоит как-то довести ну просто просто рассказать о ней что насколько слабый объект мы можем увидеть на небе зависит не только насколько у нас хороший телескоп но и зависит от того насколько темный тот фон на котором этот объект существует поэтому борьба за темный фон неба это борьба за лучшие качества изображения и более слабые объекты которые могут быть исследованы борьба очень серьезная потому что даже от фона неба находясь на земле отстроиться вообще нельзя небо светится глаз кажется глазом кажется безлунное небо очень темно но это только кажется скажем контур руки на небе вы увидите если будет ее смотреть даже в проекции на небе без всякой луны без всякого уличного освещения и это свечение неба это тот фактор который мешает астрономам следующий раздел связан с солнцем и звездами раздел очень большой предлагаю такие задачи если бы солнце состояло из угля и нефти или нефти то сжигай их в кислороде как долго оно могло поддерживать свою светимость теплотворная способность угля и нефти составляет около 2 на 7 десятый джоулей на килограмм дам просить 2 на 7 степени джоулей на килограмм но решается она в лоб ничего сложного здесь нет длительность свечения угольного или нефтяного солнца составит t равное вот это q умноженное на массу солнца и делить на ее светимость только на темп потери энергии масса солнца 2 на 10 в 30 степени килограмм светимость солнца тоже табличная величина 4 на 10 26 степени ватт подставляем значение q 2 на 10 7 джоуль на килограмм и получаем 3000 лет то есть солнце давно бы сгорело если бы источником энергии солнца были бы химические реакции 3000 лет это даже короче письменной истории человечества очень маленькое время а вот следующий вопрос позволяет развить эту тему почему термоядерные реакции могут происходить только в высокотемпературном газе они не происходят там где температура просто высокая надо чтобы она была очень высокая что мешает термоядерные реакции это реакции синтеза когда из более легких элементов рождаются более тяжелые но в случае солнца и звезд речь идет о образовании из водорода что мешает этой реакции идти в звездах с низкой температурой скажем в внешних в атмосфере звезд там тоже есть и гелий и водород почему водород там не рождает температура солнцевая видимая около 6000 градусов видимая поверхность солнца глубже там будет 10-20 тысяч 50 тысяч там нету этих реакций только в самом ядре солнца где температура превышает 10 миллионов градусов такие реакции идут реакции объединяются реакции объединения частиц они сдерживаются тем что входят во взаимодействие частицы одного электрического заряда протоны ядра атомной здоровью заряженные частицы положительно заряженные частицы силы отталкивания мешают им приблизиться друг к другу а приблизиться они должны чтобы между ними возникли силы иной природы силы уже сильного взаимодействия ядерного тогда они сливаются в один ядра более тяжелых элементов то же самое присоединение к гелия 3 взаимодействие изотопа гелия гелия 3 друг с другом это все взаимодействие частиц одного знака заряда поэтому требуется очень большая кинетическая энергия частиц чтобы она преодолела потенциальный барьер который связан с электростатическим отталкиванием одноименно заряженных частиц правильный ответ можно сказать прочитать так при сближении двух протонов им необходимо иметь очень высокую генетическую энергию чтобы преодолеть кулоновское отталкивание между ними и войти в сферу действия ядерных сил а эта сфера действия равна примерно размеру ядра 10 минус 13 степени сантиметра или минус 15 степени метра следующая задача почему тогда солнце не взрывается где-то реакция может иметь цепной характер весь водород очень быстро перейдет в гелий выбраться в колоссальное количество энергии которое несет солнце в кулачки вообще могут ли звезды взрываться да могут но только не такие как солнце значит все дело в большой массе солнечного вещества которое давит на пермоядерное ядро своего веса фактически это ответ на вопрос солнечное вещество подчиняется уравнению холоперона Манделеева давление солнечного вещества это отношение плотности к массе частиц составляющих газ умноженное на постоянную обольственную на температуру и это давление сдерживает энерговыделение в ядре не дает ему расшириться то есть жестко удерживает ядро от расширения солнце наше не взорвется никогда но есть такие очень редко отречающиеся звезды которые могут целиком взорваться как одна термоядерная бомба это белые карлики сливающиеся друг с другом они при этом коллапсируют и происходит такой термоядерный взрыв который можно убедиться любой галактики в принципе называется взрыв взрывных сверхновых типа 1а но они бывают очень редко по всей нашей звездной системе в галактике один раз более чем за 100 лет каждое 100 лет поэтому мы их наблюдаем в других галактиках но в принципе Солнцу ничего не угрожает и именно большая масса сдерживающая взрыв является тем фактором который обеспечивает нашу жизнь и стабильность солнечного свечения следующая задача простейшие вычисления какую светимость выединиться с светимостью Солнца будет иметь звезда имеющая размер равный размеру Земли а температура 30 тысяч кейлинов считать что Солнце в 100 раз больше Земли к какому типу звезд она будет относиться задача простая нужно всегда сравнивать звезду с Солнцем светимость звезды определяется законом Стехана Больцмана он входит в школьную программу светимость по национальной квадрату радиуса на температуру к четвертой степени делаем соответствующие вычисления и получаем что светимость будет составлять 6 на 10 минус второй степени от светимости Солнца то есть 6 процентов низкая светимость при такой маленькой при таком маленьком размере при такой температуре говоря о том что это маленький размер это может быть только белым светом который называется белыми кармами они всегда сопоставимы по размерам с планетами хотя масса их примерно такая же как масса всего нашего Солнца следующий вопрос для какого размера надо сжать звезду типа Солнца средняя плотность такой звезды близка к плотности воды чтобы плотность вещества в нем стала примерно такой же как в нейтронных звездах вопрос опять на простые вычисления их очень полезно делать ряд учатся работать большими числами отношение плотностей 12-14 порядка плотность ядра 10-14 степени плотность начальная единичка значит отношение радиусов это будет десятки тысяч раз радиус корень кубичный плотности ответ радиус должен быть несколько километров это нейтронные звезды удивительные образования которые практически не состоят из атома атомы могут быть только в самых внешних областях а так составляющих этих частиц являются этих звезд являются в основном элементарные частицы нейтроны составляющие основную массу звезд то есть не атомы а нейтроны отсюда нейтроны и звезды следующая глава это уже наша галактика и звезды солнце делает полный оборот вокруг центра галактики примерно за 200 миллионов лет радиус его орбиты около 22 2000 световых лет найти скорость движения солнца по орбите задача детская легко решается опять-таки учат обращаться с большими числами надо сначала перевести световые года в метры и выразить в метрах радиус орбиты солнца потом перевести 200 миллионов лет в секунды и выразить в секундах период обращения солнца потом использовать формулу скорость равна длине окружности 2 АТР на период и получить ответ что солнце движется со скоростью около 200 километров в секунду такая добротная классическая задача отнюдь неоригинально вот следующая задача это вопрос а как выяснилось что квазары хотя они выглядят как обычные звезды звездами не являются этот вопрос вообще-то говорят внимательно на чтении учебника квазары действительно первый квазар первый квазар оказался что были известны но их считали переменными звездами только по спектру это можно объяснить спектры у них абсолютно не звездные эмиссионные линии которых вообще в звездах встречаются редко и большое красное смещение спектры сдвинутые в красную сторону что свидетельствует о том что квазары находятся на космологически больших расстояниях следующего уже последний заключительная глава это эволюция вселенной необратимые изменения у вселенной это довольно сложные вопросы которыми кончается вообще курс обучения астрономии может быть стоит этим сложным вопросом посвятить как-нибудь отдельную тему вебинаров если будут такие пожелания вопрос такой первые грубые оценки постоянной хаббла привели к ошибочному значению 530 километров в секунду на мегапарсек я напомню что постоянная хаббла это величина скорости на которой повышается величина характеризующая повышение скорости на 1 мегапарсек на увеличение расстояния каждой на 1 мегапарсек роста расстояния То есть, если галактика на Ремни-Гапартик дальше, вот на сколько километров в секунду она от нас удаляется быстрее. Она исходит из изменения зависимости между скоростью удаления и расстоянием. Первые оценки были неправильные. И если как давно было начаться расширение Вселенной при таком значении H0, это тоже задача на внимательное чтение учебника. Характерное время процесса от начала расширения – это величина обратная от постоянных Абблах. Которая, если выразить все в системе Си или ЦГС, будет иметь размер секунды, время. И это время оказалось очень маленьким. Вот первая зависимость Хаббла, которая была построена Эвеном Хабблом по наблюдениям галактик на телескопе Маунт-Вилтсен. И поэтому ответ такой – 530 километров в секунду переводим в метры в секунду, килопарсеки в метры. То есть из внесистемных единиц переводим в системные единицы. Выражаем, это будет 170 на 10 минус 19 степени в секунду в минус 1. Обратная величина, единица будет 6 на 10 в 16 секунд или около 2 миллиарда лет. Это меньше, чем возраст Земли. И поэтому здесь было противоречие, которое решилось только тогда, когда была найдена ошибка в оценке постоянной Хаббла самим Хабблом. Реально, постоянная Хаббла уже рассчитывается точнее по галактикам до расстояния более чем в 500 мегапарсек. Скорость галактики уже там десятки тысяч километров в секунду. И постоянная Хаббла уже определяется точно, более точно, и она соответствует характерному обратному времени около 14 миллиардов лет. Ну вот вопрос, как долго шел к нам свет от самых далеких наблюдаемых галактик, это вопрос не на постоянную Хабблу. Это вопрос уже другого характера. Он связан с тем, что надо понять, когда началось вообще расширение Вселенной, исходя из той или иной модели Вселенной. А, давай, сейчас один. Так, поэтому вопрос уже на внимательное чтение, что у нас свет от самых далеких наблюдаемых галактик шел почти столько же времени, сколько времени расширяется Вселенная. Где это чуть меньше, чем 14 миллиардов лет. Так долго он был в пути. Но это не значит, что эти галактики находятся от нас на расстоянии. Там 14 миллиардов световых лет. Потому что пока он шел, расстояние несколько раз возросли из-за расширения Вселенной. И сейчас эти галактики находятся куда дальше. И, наконец, последний, ну, собственно говоря, это ответ около 13 миллиардов лет, чуть меньше 14. Такие галактики мы видим, они известны, они наблюдаются крупными телескопами. То есть это не теория, это реальный результат наблюдения. Ну, вот, собственно говоря, так выглядит фотография, полученная Хабблским телескопом, при большом накоплении света, маленьких кусочек неба, размером всего несколько угловых минут. Здесь вот эти вытянутые изображения, это изображения довольно далеких галактик с красным смещением, порядка единицы. То есть от них свет идет несколько миллиардов лет. А маленькие точки, это еще более далекие галактики. На этой фотографии как максимум одна или две звездочки. Все остальное галактики. Галактик слабых, крупный телескоп, можно наблюдать на небе больше, чем отдельных звезд. Ну вот, Следующий вопрос. Во сколько раз примерно возросли длины волны реликтового фонового излучения из-за расширения Вселенной, если известно, что оно возникло в газе, температура которого была близка к 3000 кельюнов? Вопрос формулируется сложно, но очень простой. К этому времени уже школьники знают, что такое фоновое реликтовое излучение, знают из-за чего оно возникает, возникало излучение в процессе, когда мы из далекого прошлого. Вот. И ответ достаточно простой. Это его спектр для иллюстрации. Он соответствует излучению абсолютно черного тела с температурой 2.725 градусов по Кельвину. Ну вот. Поэтому надо воспользоваться просто доконом Вина, который утверждает, что для излучения абсолютно черного тела, а это спектр действительно излучения абсолютно черного тела, противоведения длины волны в соответствующем максимуме спектра, на температуру константа. Поэтому в одном случае мы видим, говорим о температуре газа по условию сдачи 3000 градусов, температура фонового излучения примерно 3 градуса, значит, что примерно в 1000 раз отличается температура, значит, в 1000 раз отличается длина волны. То есть излучение, которое мы здесь наблюдаем сейчас в максимуме спектра, как было, когда оно возникло, оно имело длину волны в 1000 раз меньше. И, наконец, последний вопрос на сегодня. Если Вселенная расширяется, то почему не расширяется Солнечная система или наша галактика? Почему туманность Андромеды и некоторые другие галактики вообще приближаются к нам, они удаляются от нас, вопреки закону Хаббла? Это опять-таки вопрос на вынимательное чтение учебника, или, по крайней мере, нашего учебника, который сейчас находится в печати, в изготовлении Беном. Ну, ответ такой, который может потребоваться по какому бы учебнику вы не изучали астрономию. И в таком сокращенном, концентрированном виде я ответ вас приведу на отдельном слайде. Вывод о том, что все области Вселенной однородно расширяются, может относиться только к упрощенной модели мира с однородным распределением вещества, где между отдельными массами не действуют никакие силы, кроме сил гравитации. Это упрощение. В такой Вселенной не могли бы возникнуть ни звезды, ни галактики. Реальную Вселенную можно считать однородной, и то примерно однородной. Только на масштабах в несколько сотен миллионов световых лет и больше. А на малых масштабах в миллионы световых лет и меньше вещество распределено неоднородно. Ну, скопление галактик, галактики, звезды. И отдельные области могут как расширяться, так и сжиматься, или не менять размеров. Это не имеет никакого отношения к космологии. Но все это на общем фоне расширяющейся Вселенной. Ну вот, правильный ответ на этот далеко не тривиальный вопрос. Вопросов у меня очень мало. Если появились, пишите, пока у нас не перелывалась связь. Ну, один вопрос. То есть, с вытянутым астероидом надо прыгать с дальнего центра масс-конца? Безусловно. Так, учебно-магонический комплект рассчитан на один или на два часа в неделю. Он рассчитан на курс размером 35 часов. Этот курс может читаться один раз в неделю в течение года, или один час в неделю, или два часа в неделю в течение полугодия. Это на выбор школы. Дальше. Если на слайде P равняется РО на МКТ, скажите, пожалуйста, в формуле слева вес или давление. Это давление. Это классическая формула P равняется НКТ или РО на МЮ РТ. Это та же самая формула, которая всем хорошо известна из раздела физика газа. Идеальный газ. Ну, вопросов ко мне больше не поступило. Ну, если нет, так, вопрос у тебя о весе. Значит, это, наверное, вот к этой формуле. Вес выше лежащих слоев Солнца, которые, эти слои опираются на ядро. Этот вес уравновешен давлением газа ядра. Ну, умноженное на площадь, конечно. Но...